добрый день это откровенный диалог с вами я психолог марина майорова и сегодня ко мне пришла я на для того чтобы разобраться в своей ситуации я на добрый день рассказывай с чем таком не пожаловала марина здравствуй ты очень правильное слово подобрала ситуации это действительно не какая-то сумасшедшая проблема знаешь с которой я долго бы боролась и каким-то образом и решала это действительно запрос ситуация в мире так много всего интересного хочется успевать все больше и больше времени в суток активных и таких вот когда можно успеть что-то еще ощущение что становится меньше как ты это понимаешь у меня очень активная насыщенная жизнь расскажи о своей жизни чем ты занимаешься как ты живешь наверное начну с профессионального деятельности я директор по управлению персоналом в общем центре обслуживания это крупная группа компаний крупный холдинг россии то есть у меня есть основная работа в найме помимо этого у меня есть вместе с супругом у нас есть бизнес это от ильевина абрау дер суэта по любви по любви к гристому по любви красивым местам у меня двое детей у меня есть увлечение в виде плавания в виде бега у меня есть огромное количество друзей с которыми хочется видеться встречаться и делиться какими-то новостями у меня есть родители то есть такая вот если говорить про ролевую модель роль там матери профессионала дочери сестры и так далее и вот и при этом я понимаю то что есть много чего интересного мне хочется ходить на мастер-классы ходить на конференции и так далее а ну вот во всю насыщенную жизнь запихать что-то еще достаточно проблематично и вот когда ты живешь такой насыщенной жизнью реализуешься в разных ролевых моделях как ты говоришь в какие моменты ты осознаешь что тебе не хватает времени и хочется успеть что-то еще вот когда происходит обострение этого состояния не могу сказать что это прямо обострение этого состояния когда допустим я вижу какую-то интересную программу конференции понимаю то что я ее в свой график но уже просто вклинить не могу вот в такие в такие моменты я чувствую такое но огорчение понимает то что если бы я допустим заранее знала бы что это можно вклинить то я бы наверное как-то сдвинула график и еще наверное в те моменты когда может быть после будней недели пятницу перед выходными понимаю что тоже все расписано есть какие-то планы побыть семьей съездить друзьям и так далее либо какие-то рабочие моменты в ателье иногда хочется просто побыть самой собой а давай мы вернемся вот к этому состоянию хочу успевать больше ты назвала два таких момента это там конференция и побыть собой а вот если мы посмотрим на то что ты не успеваешь но хотела бы успевать в каком-то обобщенном виде можешь ли ты выделить может быть это относится какой-то категории твоей жизни твоих проявлений которую ты себе почему-то не позволяешь можешь ли ты как-то систематизировать вот те дефициты на которые у тебя не хватает времени сейчас ну это обучение у меня постоянно в жизни есть обучение как в профессиональном плане вот на работе в найме так и в части работы в сфере вина то есть у меня есть какие-то онлайн курсы есть какие-то слежу за трендами смотрю как что но конечно я любители учиться поэтому мне мне реально хочется чтобы мне постоянно в жизни было бы обучение чтобы она была не вот эпизодичным когда ты получаешь это обучение вообще что для тебя обучение что для тебя значит новое обучение это значит быть в тренде ну то есть понимать что происходит в мире и видеть то что можно применить в своей деятельности то есть первое это реально быть в тренде понимая то что допустим эйчар сфера она очень развивается и есть какие-то практики которые я могу просто не знать и не применять у себя в работе в части вина это конечно это просто профессиональное обучение не являюсь экспертом в вине и понимаю то что имея собственный бизнес в вине ну как минимум базу ну то есть нужно знать потому что для меня это важно когда ты транслируешь что-то миру ты как минимум в этом должен быть но минимальный эксперт что ты чувствуешь когда ты осознаешь свои дефициты и отсутствие времени и нехватку времени в своем графике для того чтобы их восполнить какие чувства эмоции ты испытываешь в этом наверное больше злюсь то есть это такая активная эмоция это не эмоция там тревоги или расстройства или обиды на что-то это такая эмоция активная в виде гнева и у меня нет понимания что кто-то в этом виноват то есть я понимаю то что то есть мне нужно каким-то образом активнее планировать или правильнее планировать вот почувствую сейчас эту эмоцию постарайся ее воспроизвести и ответь мне на такой вопрос а когда ты ранее возможно в детском подростковом возрасте испытывают у меня кто вызывал кто или что вызывали у тебя вот это чувство активного гнева вспоминая детство точно на каких-то спортивных соревнованиях то есть когда понимаешь что что там твоя команда не добивается успеха вот это вот там бросить мяч топнуть ногой ну вот какие-то такие гневные проявления гнева или такой легкой агрессии не знаю как сказать да вот вот первое то что пришло на ум а когда ты занималась спортом школе вот сколько тебе там лет вот та ситуация которую ты сейчас вспомнила я предполагаю что это третий класс третий четвертый третий пятый может восемь девять десять да где-то наверное хорошо когда-то занималась спортом чаще были выигрыши или чаще были проигрыши даже не знаю ну то есть сказать то что ну хорошо твоя удовлетворенность спортивными достижениями по десятибалльной шкале на сколько баллов вот в том возрасте мне кажется 9 из 10 ну то есть я я помню свое состояние с каким кайфом то есть она в общем достаточно удовлетворена каким критериям ты определяла что тебе это хватает тебе это нравится что ты удовлетворена и вот где были критерии это была внутренняя или внешняя референция точно внутренняя точно внутренняя я не там не ждала точно оценки тренера какого-то и причем удовлетворенность это и больше не моя собственная удовлетворенность результатом а реально удовлетворенность команды когда мы там сыграли хорошую игру или даже не знаю хорошо как как-то там вот размялись еще что наверное сейчас кто является твоей командой моя семья в первую очередь так еще моя команда на работе то есть это ну во первых команда руководителей которые которыми мы идем к нашим стратегическим целям и моя и чар команда которая вот помогает мне управлять я на скажи пожалуйста что самого плохого произойдет с тобой или в твоей жизни если ты не восполнишь то дефицит знаний которые ты хочешь восполнить ну не пройдешь какие-то обучения допустим по каким-то причинам я считаю что не значит что-то это абсолютно нормально трагедия моей жизни точно не произойдет но скучнее станет жизнь скучнее а еще такой вопрос когда ты в детстве вот в 9-10 лет занималась спортом ты была командным просто участником команды или капитаном никогда не было ты никогда не было капитана сейчас как ты можешь описать свою роль на работе это капитан своей команды да смотри как ты считаешь вот в тот момент когда ты была подростком до младший подростковый возраст начиная с 9 лет и твоя команда не побеждала ответственность за это было на ком кто мог изменить результат я считаю что каждый ответственность резюме каждый ответ а какова роль капитана команды в этом случае организовать работу команды так что вы эти 2 результат то есть все-таки капитан влияет на команду считаю что влияет но марин вот этот подростковый возраст это не соревновательные какие-то вот моменты такие постоянные что мы куда-то ездили для того чтобы это был любительский спорт это абсолютно любительский спорт и просто там три раза в неделю тренировки ради просто кайфа и как бы мы еще там дети девятилетний которые там но только учились играть в эту классную командную игру хорошо скажи мне а где еще в какие моменты в своей жизни и испытывала вот это ощущение активной злости активного гнева когда ты что-то не успевала сейчас на тренировках по плаванию давай все-таки по линии жизни немножечко уйдем назад я вижу такой диссонанс с одной стороны ты говоришь о том что твоя жизнь становится менее насыщена в тот момент когда ты не можешь развиваться получать новые знания быть в тренде то есть так как развивается некое там общественное знание какой-то профессиональная либо отраслевой направленность с другой стороны то время которое ты не развиваешься ты тратишь на то что делает тебя счастливой это семья это друзья это какой-то теплый круг здесь мы видим вот такую интересную штуку ты знаешь как эйчар как человек близкий к психологии ты знаешь что у нас есть понятие внутренней внешней референции внутренняя референция это те внутренние фильтры восприятия через которые человек понимает насколько он все делает правильно насколько он удовлетворен этой жизни есть внешняя референция это обратная связь которую мы получаем от нашего окружения у человека с внутренней референции ему по сути дела все равно что говорят вокруг если он удовлетворен он знает что он молодец даже если он получает никакой обратной связи. Для человека с внешней референцией важна в основном то, как его оценивает окружение, потому что даже если ему внутри хорошо и он понимает, что он все сделал правильно, но окружение не дает ему подкрепляющей обратной связи, ему становится не очень хорошо. С одной стороны, ты идешь туда, куда тянет тебя твоя любовь, твое сердце, ты говоришь. У меня вот бизнес по любви, я люблю игристо, я занимаюсь этим, я создала его, мы с мужем хотим это делать. Когда у меня есть свободное время, я трачу его на то, что я люблю. Я это делаю, да? Но есть другая я, она внутри тебя, которая говорит, нет, нет, ты должна учиться, ты должна знать все тренды, ты должна быть на уровне. Вот когда впервые в тебе появилась вот эта вот, как бы вот это ощущение, что ты должна все знать, ты должна быть классной, ты должна быть хорошей, ты должна много, много знать и идти в ногу. Ну, наверное, в школе, во-первых, я всегда была отличницей, и это была не навязанная какая-то история из меня, там, родители не требовали, чтобы я была отличницей и так далее. Но вот этот образ, когда ты всегда учился на пятерке, ну, как бы он подстегивает тебя продолжать учиться на пятерке. У меня было несколько переездов, у меня были разные школы, и я понимала то, что вот просто, как сказать, поддерживать образ отличницы, наверное, нужно, потому что для меня учеба никогда не давалась сложно. Поддерживать его для кого? Кому нужен был твой образ отличницы? Ну, наверное, в первую очередь для меня самой. То есть для меня это не было сверхусилия. Ну, то есть я понимаю то, что там, если там что-то между четверкой и пятеркой, я могу пять минут или десять минут почитать больше и как бы это сделать. А вот если бы тебе не нужно было, то есть давай представим сейчас, как если бы у тебя в жизни не было опыта такой «хорошая ученица и отличница», вот его не было. Я просто помню, что это «хорошая ученица»-то и не было. Представь, что никакого опыта не было. Ну, вот давай просто обнулим все, что было ранее. И вот сейчас, с того момента, из того состояния, в котором ты находишься, опиши мне идеальную модель своей жизни, какой ты хочешь ее видеть, какая жизнь будет тебя делать счастливой. Счастье – это состояние удовлетворенности жизни. Я бы хотела больше путешествий. У нас сейчас примерно два раза в год какое-то путешествие семейное случается. Помимо этого есть, конечно, рабочие командировки, которые я тоже с удовольствием рассматриваю как смена обстановки путешествия. То есть вот первое, я бы хотела, чтобы мы могли больше путешествовать, смотреть мир. Ну, вторая история, мы уже про которую говорим, да, я бы хотела, чтобы у меня хватало активного времени либо на обучение, либо на чтение. Потому что сейчас все, что я читаю, это я, значит, забираю время у сна. Я бы хотела, чтобы у меня была вот такая свободная возможность управлять графиком, хотя не могу сказать, что у меня сейчас есть прямо вот какой-то определенный лаг по времени, где я должна быть и так далее, но чтобы я могла сегодня там не пойти на работу, а побегать в парке, а потом там уже дальше распоряжаться своим временем. Угу. Хорошо. Попробуй сейчас вот это чувство злости ощутить где-то в своем теле. Оно с ног поднимается. Угу. Посмотри на него и опиши мне его в виде какого-то образа, абстрактного, в виде метафоры. Ну, это всегда какой-то поток. Какого цвета? Ну, то есть вот что-то такое. голубого, такого, но яркого, насыщенного голубого. То есть это не… Мы говорим про злость. Да, да. Ну, вот это бурлящий голубой такой вот. Это не как вода, а как вот, как электричество сверкающее. Вот такое. Что-то вот там даже неоновое какое-то есть. То есть это не такой неплавный голубой. Это такой… Что ты чувствуешь, когда ты смотришь на этот образ? Какие чувства живут внутри этого образа? Давай так. Там очень много энергии. Угу. И оно такое разрывающее. Ну, то есть… А эмоции-то какие? Гнев, она самая основная эмоция – гнев. Агрессия, когда вот хочется что-то сделать. Ну, там, бросить, разбить тарелку. И вот, вот. То есть очень хочется, чтобы как-то это, ну, то есть во внешней среде отыграло. Угу. И мы продолжаем этот откровенный диалог, и с вами я, Марина Майорова. И моя гостья – Яна. Ян, давай вернемся к этому потоку, который ты чувствуешь, эту энергию злости. Представь, что ты сейчас его видишь своим каким-то внутренним зрением, и задай ему вопрос – зачем ты мне, какие у тебя задачи? Ты задаешь такие сложные вопросы, на которые мне нужно немного времени, чтобы, ну, почувствовать этот ответ. Первое, что приходит в голову – это остановить. Угу. Точнее, не то, что приходит в голову. Первый ответ – это остановить. Но я не понимаю, остановить что? Угу. Давай другой вопрос зададим этому потоку. Какой позитивный смысл ты несешь? Зачем тебе испытывать это чувство злости? Не могу ответить. У меня первое – вот реально остановить, причем остановить такое ощущение, что саму себя. То есть он не отвечает на этот ответ, чтобы я просто заземлилась, остановилась. Ну, так и есть. Потому что ты как человек многозадачный, ты человек гиперответственный, ты живешь в идеальной модели мира, идеальной модели самой себя. Ты мама, у тебя двое ребятишек, ты прекрасная жена, ты бизнес-леди, ты руководитель, ты HR, ты руководишь огромной командой. Ты мотивируешь полторы тысячи человек ежедневно, совмещая вот это все. При этом ты дочь, ты подруга, и ты занимаешься спортом, бегом, плаванием. Я знаю, что и твой супруг активно занимается спортом. И ты тоже для него мотиватор. Понимаешь? И это твоя идеальная модель самой себя. Но идеал недостижим. Понимаешь, идеал – это что-то, что нас мотивирует меняться, расти, развиваться, двигаться. Но мы никогда его не достигнем. Потому что если мы его достигнем, то он перестанет быть нашим идеалом. А задача нашей психики – это сохранение безопасности. Эйнштейн когда-то сказал такую фразу. Как только человек осознает свою уникальность и гениальность, в этот момент он прекращает свое развитие. Стало быть, пока ты не стала идеальной моделью самой себя, ты продолжаешь двигаться, ты продолжаешь развиваться. Но разница между развитием, которое тебя напрягает и вызывает чувство злости, и разница между развитием в гармонии, есть кое-что. И это что называется принятие. Это состояние, в котором ты себя ни с кем не сравниваешь. Ты себя не критикуешь, если ты что-то не успеваешь. Ты себя не осуждаешь за какие-то приоритеты, может быть, там, правильно или неправильно расставлены в момент времени. И ты всегда даешь себе право на ошибку. Вот сейчас сделай вдох-выдох. И представь, что ты интегрируешь в свою систему убеждений четыре фразы, которые я сейчас тебе скажу. Мысленно повтори их. Хорошо? Хорошо? Первая фраза. Я никогда ни с кем себя не сравниваю. Я иду по пути своего предназначения. Вдох-выдох. То, что я делаю, является лучшим выбором, который я могу сделать в этот момент времени. И я не критикую себя за мысли и действия, которые совершаю. Вдох-выдох. Если с первыми двумя фразами, ну, я действительно по жизни так веду. Я ни с кем себя не сравниваю, а реально только с собственным идеалом. То вот с критикой себя, наверное, это то, над чем надо будет поработать. Следующая фраза. Не отдаю себе права на ошибку. Тоже комфортная для меня фраза. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Есть еще более жесткая формулировка. Не ошибаются только мертвые и святые. Но поскольку мы сидим здесь, в этих креслах, то мы находимся на земле, мы живы. Очевидно, что святых среди нас нет. Мертвых, надеюсь, тоже. Очевидно. Что ты сейчас чувствуешь, когда ты проговорила внутри себя эти фразы? Я точно поняла, с чем нужно работать. Это критика себя. При этом она у меня, не могу сказать, что там постоянная, я за все себя критикую. Но это вот именно та точка, которая, во-первых, у меня отклик. То есть прямо вот что-то внутри забурлило так, именно вот на критику себя. И с этим нужно поработать. Как критиковать себя? Я тебе сейчас дам лайфхак очень интересный. Чтобы расти, но при этом не занижать свою самооценку. То есть когда, смотри, критика – это очень интересная штука. Она бывает конструктивной, она нам нужна. Но когда мы критикуем свои действия, мы что делаем? Бесцельно. Да, а потом действие. То есть ты понимаешь, что вот здесь я могла поступить иначе. Мы делаем какую-то работу над ошибками. Мы анализируем. И мы действуем по принципу, если ты вспомнишь пирамиду нейрологических уровней, если то, что ты делаешь, не работает, начинает делать что-то другое. Мы не можем получить другой результат, совершая те же самые действия. Поэтому, если мы критикуем себя или кого-то на уровне действий, то, как правило, это сподвигает человека совершать другие действия. Ну, делать какой-то другой выбор. А вот другой момент, когда мы критикуем личность. Вот здесь происходит разрушение очень сильное. Занижение самооценки, обесценивание. И критика личности, она всегда обижает человека. Ну, то есть представь, что у тебя есть сотрудник, да. Ты ему с одной стороны говоришь, Вася, ты вот это сделал неправильно. А с другой стороны, ты говоришь, Вась, ты дебил. Вась, ты бездарь. Вась, ты вообще глупый человек. Да. Что произошло в первом случае? Ты показал человеку, что действие нужно скорректировать. А во втором человеке ты обесценивал его личность. Поэтому, вот то же самое в отношении себя. Когда мы себе говорим, ага, вот здесь я расставила вот так приоритеты, да. Я сделала вот такие действия. Возможно, даже на уровне стратегии, чуть выше, да, мы поднимаемся. Отвечая на вопрос, как мы делаем выбор. Вот здесь мы можем корректировать, но при всем при этом мы даем себе право на ошибку. И как личность ты любишь и принимаешь себя, даже если в этот момент ты могла бы быть более эффективна на уровне действий. Понимаешь эту закономерность? Да. Вот. Сделай, пожалуйста, вдох-выдох. И давай теперь из рамки, как если бы, представим, что у нас появилась новая яма, которая целиком и полностью любит и принимает себя. Ни с кем не сравнивает, не осуждает, не критикует и дает себе право на ошибку. Что ты чувствуешь, когда вот эти убеждения, эти установки есть в тебе? Ну, я чувствую, наверное, более такую, как сказать, расслабленность. Проблема там вот в том, что там все не успевать, она дает такую четкость, да. А тут, когда вот эти границы чуть расслаблены, то, что можно посмотреть иначе, можно это сегодня не делать. И это там ни хорошо, ни плохо, можно просто этого не делать. Можно сделать наоборот то, что тебе хочется и то, что тебе нравится, ты давно это откладывал. И на первое место поставить себя, а не какие-то социальные роли, которых кто-то ожидает у тебя. Поэтому больше вот ощущение то, что размылись вот эти четкие границы, в которых я привыкла что-то вот очень четко планировать, понимая то, что есть определенные цели. И от того, что они не четкие, они не стали хуже. И здесь мы пришли к очень интересному феномену. У нас появилось две картины мира альтернативные. Первая картина мира достигаторская, в которой человек четко ставит планки, четко делает границы своих достижений. И если он не достигает или это по каким-то причинам становится невозможным, он начинает испытывать состояние внутреннее такие достаточно негативные, деструктивные. И вторая картина мира — гармония. Когда мы принимаем и, казалось бы, внешне достижения могут быть абсолютно одинаковые, а иногда в гармонии даже выше. Но разница между ними огромная. Почему? Потому что нет, когда вы в гармонии борьбы, вы не тратите время, ресурсы, энергии на сопротивление, на возражение, на то, чтобы доказать кому-то или себе, что я могу, я хороший, я должен быть на уровне, быть вот в этих рамках, быть вот таким вот особенным. Ты можешь сегодня читать или не читать. Пойти, пройти вебинар или сказать, а ну его этот вебинар, сегодня я еду к друзьям на шашлыки. Или побыть с любимым мужем из бутылочки игристого. И не читать в этот момент. И вообще не читать в этот момент, а просто наслаждаться жизнью. Но когда ты понимаешь, что у тебя появилась энергия, в любом случае, у нас есть период накопления энергии, а есть период расходования энергии. Поэтому, ну накапливать энергию мы тоже можем по-разному. Можно накапливать активным действием, проходить вебинары, какие-то обучения, чтения. А можно просто рассуждением и получением нового сенсорного опыта. В расслабленном состоянии, находясь рядом в объятиях супруга, смотря фильмы, может, ты можешь просто мысленно в таком полутрансе порассуждать о том, а как эффективнее можно на работе вот что-то сделать, как-то с кем-то пообщаться, распределить какие-то там истории, которые у тебя происходят, ответственность, дела и так далее. И это тоже, понимаешь, можно делать, и это тоже навык, но гармония. Там нет сопротивления, борьбы и какой-то ломки, что я должна. Яна, скажи, пожалуйста, с чем ты уходишь после нашего откровенного диалога? Что сегодня после нашей беседы с тобой ты унесешь? Ну, в первую очередь я, наверное, убедилась в том, что это абсолютно не проблема. Наверное, это было самым главным, да. И это реально ситуация, в которой можно действовать так, можно действовать иначе, и при этом создавать спектр разных ситуаций, где я попробую что-то делать, что-то не делать. При этом это слово «принятие», оно такое теплое. Откликается. Откликается, да. И реально через принятие себя, через принятие ситуации, через принятие того, что абсолютно любой человек может сделать ошибку, а может и не сделать ошибку, и ничего нет плохого, хорошего, и вот такие оценочные суждения в части себя ты применяешь чаще всего. А может то, что ты посчитала ошибкой в этот момент времени, через полгода, или через день вообще не будут казаться тебе ошибкой, или наоборот? Я, наверное, сделала вывод, хотя мы с тобой об этом прямо так откровенно не проговорили, это чаще себя хвалить, потому что успехов очень много, даже каких-то маленьких-маленьких достижений, их много, а часто же начинаешь анализировать только то, что тебя не удовлетворило. Поэтому вот первый инструмент, который я с собой возьму – это почаще себя хвалить. Второе – размывать все-таки вот эти четкие рамки, понимая то, что это моя жизнь, мне нужно успевать наслаждаться, а не только чего-то достигать и куда-то бежать. Ну и третье – это, наверное, вот слово принятие, которое во мне оно живет, но надо его как-то вот больше крылья ему расправить. Отлично. А я тебе, ты знаешь, от себя желаю все-таки сохранять какую-то прекрасную модель профессионализма, материнства, семьи, которая тебя мотивирует к развитию, но при этом, при условии вот этих вот четырех параметров, да, которые тебя будут гармонизировать. Это прекрасно, когда в человеке есть мотивация. Мотивация – это всегда то, что мы любим. Мотивирует нас ценности, а ценно для нас то, что мы любим. Поэтому пусть в тебе будет всегда вот эта наполненность тем, что ты любишь, тем, к чему ты стремишься, с чем тебе хочется прикасаться. Это все обязательно получится. Спасибо тебе за этот откровенный диалог. Друзья, это был откровенный диалог. С вами была я, психолог Марина Майорова и моя гостья Яна. Увидимся в следующий раз. И помните, что лучшее средство для разрешения ваших конфликтов и противоречий, включая внутренние, это откровенный диалог. Особенно диалог с самим собой. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok